Музыка Наталья Петрова, или это миф? Человека без души очень трудно себе представить. Но вот что такое душа? Вы не знаете? Нет, я не знаю. Вот то, что я иногда читаю в газетах, насчет тонкой субстанции и все прочее, у меня так, понимаете, я с одной стороны, я человек религиозный, в общем, как это ни странно, ни дико будет для вас, с одной стороны, я знаю церковные догмы. И тогда, когда я обращаюсь к церкви, к Богу, я это воспринимаю очень легко. Как ученый, я как бы живу немножко в другой ипостаси. А как так можно? Вот когда вы в церкви, вы не ученый, а когда вы в клинике, вы ученый. Вот уж как можно, я не знаю. Но это можно. Я бы по себе скажу. Я не просто рассказывала так, потому что я довольно хорошо это знаю. Скажите, если это все так, то что же на девятый день по догмам церковным уходит из тела человека к Богу? Ну, ведь, понимаете, так, в вашем вопросе содержится ответ. Придется сказать душа, да? Почему же придется? Вы ученый. Вы имеете право сказать то, что есть на самом деле. Вы ученый. То, что есть на самом деле, насчет девятого дня. Сейчас пытались, вы знаете, наверное, эти исследования таким довольно сложным феноменом, кирлиановским. Знаете их, наверное, да? Что же такое феномен кирлианов, чтобы просто было понятно тем, кто нас слушает? Это в определенной ситуации свечение, разное свечение вокруг, ну, скажем, живого объекта. Некто Коротков пытался посмотреть, что делается с людьми в зависимости от того, какой смертью они умерли, что делается дальше, вот на девятый день и так далее. Ну, и феномен кирлиана обнаружило беспокойство. Что такое беспокойство, Наталья Петровна? Ну, беспокойство изменения. Я просто так использовала ненаучный оборот, простите. Но оказалось, что это так нестабильно, или вернее, так тонко, что еще к этому надо подбираться и подбираться. А других вот исследований, таких более надежных, я не знаю. Это ненадежный феномен. А если он ненадежный, то он не феномен, так сказать, а там непонятно, что... Это все-таки феномен, это есть. Такое свечение есть. Но оно может быть, может зависеть, по-видимому, от такого количества еще не учтенных факторов. Но я бы сказала так, хотя ему много лет уже этому феномену, мы его не знаем. Вы просто не хотите, на самом деле, боитесь трогать. Ой, да что вы, наоборот. Мы пытаемся его присоединить к известным физиологическим процессам сейчас. Не получается. Нет, почему? Может и получится. Вот когда получится, тогда мы будем с ним работать. Умер человек, Наталья Петровна, случилось это горе. Вокруг мертвого тела есть какое-то свечение, что-то происходит? Или все, жизнь закончилась навсегда? Нет, вот если говорить о кирлиановской штуке, то будет, да, какое-то время будет. Какое? Сколько дней? Действительно, 9 дней? Вы знаете, не спрашивайте меня по феномену Кирлиана. Меня убьют те, которые с ним работают. Почему? Здесь не будет ни критики, ничего, убьют. Просто уйдем от феномена Кирлиана подальше. А настоящий ученый действительно всегда не знает больше, чем знает? Давайте от противного. Когда у человека есть ощущение, что он знает много, это начало его конца или уже конец. А вот когда ощущение того, что еще перед вами огромное неизведанное поле, поле деятельности обычно так говорят, вот это ощущение, оно прекрасное. Вы действительно идете в мозг человека. Идете, грубо говоря, примитивно. Чтобы понять, как у Александра Сергеевича Пушкина в голове родились строки. Горе мглое небо кроет, вихри снежные крутя. Очень хорошо, что вы затронули этот вопрос. У него, по-видимому, кроме всех прочих достоинств, была такая химия в мозгу, что сама рифма для него вообще не составляла никакого труда. Связи в мозгу были так облегчены. Вы понимаете, человек может легко найти рифму, может искать рифму. Для Пушкина рифмы практически не было. Он жил в этом. То есть, если я продолжаю вашу мысль, то эпилепсия Достоевского, это был его гений? Чаще всего, все-таки, эпилепсия ведет не к шедеврам, а, в общем, к неприятностям. Ну, бывает, что и наоборот. Дали был сумасшедший человек или играл сумасшедший, ваше точка зрения? Судя по его вещам, он сумасшедшим не был. Но умел удивительно нестандартно мыслить. Я так дограю, Наталья Зевна. Ну, хорошо, Дали умел нестандартно мыслить. Я не спорю, боже спаси. Но если Дали разбирает кучу своих собственных, я извиняюсь, экскрементов, и потом сам еще об этом пишет в мемуарах, вот копается в собственном дерьме, то где же черта между сумасшедшием и несумасшедшием? Это же нестандартное мышление. Да, к сожалению, да. И не удивляйтесь, это действительно нестандартное мышление. Вы ведь знаете, вот, ну, последнее, что написала Эдит Пиаф, ну, или первый или последний, я не знаю, что написала раньше, когда она себя выворачивает наизнанку. Ну, это наркотики, это уже совсем другое. У тебя тоже не так просто было, Пиаф? Да, конечно. Ну, ведь граница, вот в такой ситуации, граница между гениальностью болезнью, талантом болезнью, или вообще здоровьем болезнью, она очень хрупкая. Может быть, что-то вот так, как мы с вами говорили, парциально, что-то нарушено. Ведь болезнь бывает такая, которая ведет к общей деградации человека, и тогда то, с чего вот вы начали о дураках, когда человек, в общем, становится, ну, значительно менее интеллектуальным, чтобы не сказать хуже. Так может вести себя очень тяжелая форма шизофрении. Человек постепенно деградирует. Но та шизофрения ведь иногда дает такие ремиссии, что вы разговариваете с шизофреником, не поймете, что это больной. Шизофрения и паранойя, это разные вещи? Ну, паранойя, это симптомы, или такой синдром, что ли. А шизофрения, это болезнь. А неужели никто не понимал о Сталине, что он был больной человек, просто общаясь с ним? Ведь даже если читать мемуары наших генералов, то каким-то по описанию просто взгляда Сталина, реакции взгляда на какие-то слова, было бы понятно, что немножко того. Дело в том, что если вы признаете, что он был болен, то вы списываете его грехи. Почему же, простите, я списываю его грехи? Ну, больной человек. Больной человек. Надо лечиться, а не сесть в Кремле. Правильно. Но это уже дело других. Так может быть там вообще здоровых-то людей было не так много в том политбюро? Не знаю. Если Михаил Иванович Калинин ползал на коленях перед Сталином, умоляя собственную жену из концлагеря выпустить президента страны. Мне кажется, что это очень благородно с его стороны. Потому что тогда ползать на коленях тоже небезопасно было. А не благороднее было взять пистолет и застрелить вождя народов? Не было у них сил на это. А вот посмотрите. А что такое благородство, как ни силы, тогда Наталья Петровна? Декабристы вышли на площадь. Им надо было застрелить царя. План был такой, вы знаете. Они не смогли. Вот что это такое? За сколько-то лет до этого в Михаиловском замке такие же, но не декабристы, а тоже офицеры смогли задушить Павла I. А это что такое? Ну, это, видите, в чем дело. Это спланированное действие и реализованное действие. Видимо, все-таки достаточно либо целеустремленных людей, либо достаточно жестоких людей. Декабристы не были жестокими. Но разве ваш дед, великий врач, не поставил Сталину диагноз паранойи? Или это легенда все-таки? Вот понимаете, я об этом слышала, но только не в доме. У нас в доме мало что скрывали от детей, но почему-то у нас считали, что убила его вторая жена, Берта. У нас никогда не говорилось о том, что он был у Сталина. И никогда не говорилось о том, что он выставил этот диагноз. А ваша семья понимала, что Сталин убийца? Нет. Тогда понятно, почему об этом не было речи. Могла быть речь такая, что он там был. Я вам задам очень глупый вопрос, Наталья Петровна. А может быть мозг, это вот есть святая святых человека, и не стоит трогать его вообще? Нет, это не глупый вопрос. Это почти назад в природе Жан-Жака Руссу. Вот у нас здесь клиника, и мы лечим. И то, что мы получаем, мы получаем по крупицам, потому что человека надо перед операцией, скажем, исследовать, посмотреть, где у него опухоль и так далее. То есть шизофрению можно вылечить полностью? Нет. О! А в 50-е годы врачи издевались над людьми тем, что шизофрению лечили, удаляя часть мозга у больного. Это не опыт, это было лечение. Тогда не было лекарственных средств, которые появились потом, и которыми, в общем, усмиряли буйные отделения психиатрических больных. Ведь буйные отделения раньше были очень страшными. Предложена была Эдгар Моница, который получил, в конце концов, Нобелевскую премию. Эта операция приводила к тому, что больной становился спокойным, и с буйным он становился спокойным. Но он очень много терял. То есть я бы сказала так, они не то, что становились социальными, но в обществе эти люди могли существовать. Сначала было невероятное увлечение этим. Потом обратили внимание на эти последствия, на то, что человек этот мог и не побриться, и, может быть, даже и не поесть, если ему не подскажут. Так что можно сказать так, это ужасная, варварская операция, если бы сейчас ее делать. А если шизофрения не вылечивается, в принципе, не лучше ли для больного, поймите правильный мой вопрос, оставить его в покое? Не трогать, не удалять ни мозг, потому что другое что-то начнется, человек есть, забудет. А оставить все как есть, как, если шизофрения не вылечивается? Это очень тяжелое состояние. Оставить все как есть. Ведь как есть, это не так, как вы сейчас сидите. Это не оставить его сидеть спокойно, или, скажем, жить спокойно. Но операцию эту, в общем, запретили у нас и в Ватикане. Вы, как ученые, приветствуете появление на свет овечки Долли? Ой. Чтобы было понятно нашим телезрителям, великий человек два месяца назад вывел овечку. Точную копию своей матери. То есть овца на овцу похожа всем. Генами, структурой какой-то своей внутренней, и главное, мордой. Копия. Таких овечек можно сделать, как теперь понятно, много. Значит, если продолжить эти опыты до конца, то вот таких людей, как Наталья Бехтерева, или Бориса Ельцина, можно наштамповать сколько угодно. Правильно я понимаю? Клинтон запретил эти опыты. Вы как к этому относитесь? В общем, отрицательно. Я бы сказала так. В научном плане, нет, не к запрещению отрицательно, а к опытам. Дело в том, что в научном плане это невероятно интересно. И если быть уверенным, что человек или люди ограничатся овечкой Долли, то с этим можно было бы как-то примириться. Но действительно моментально замахивается на человека. Конечно. Так, как вы сказали. И вот здесь я против этого. Значит, есть что-то такое, что мы не можем разрешить гениальному ученому. Я не знаю, где вы находите гениального ученого, который остановится... Овечку сделать это гений. Нет, овечку да. Овечку да. Так если он сделает людей, наштампует миллион людей, точной копии господина Караула, то что же получится-то вообще? Так вам это нравится? Мне нравится, что это гениальный человек. Так что он жив, работает и так далее. Меня пугает направление мысли. Правильно. Так я ему примерно то же самое сказала. Адалья Петровна, а ты, простите, если вот там надо запрещать, то почему здесь, в этой клинике, нужно что-то разрешать? Вот я сейчас так аккуратно спрошу. Я не беру вашу полемику с академиком Гинзбургом. Как только вы скажете, что Ванга предсказала... А у меня нет полемики с Гинзбургом. Наоборот, я считаю, что Гинзбург выдающийся ученый. Он мне очень нравится как человек. Ваши коллеги очень часто пишут, что мы открытое письма и, так сказать, ну, травлю не то слово, но вам не просто жить среди коллег, когда вы говорите, что 80% предсказаний Ванги великой сбылись. Я цитирую Болгарскую академию наук в данном случае. 80% сбывается, по мнению, Болгарской академии наук. Я не изучала Вангу. Я была у Ванги. Я разговаривала с Вангой. Я составила свое впечатление о Ванге. Но если мы признаем как факт, что Ванга во многом была права, то к чертовой матери, я извиняюсь, летит вся квантовая механика. Почему? Принцип неопределенности. Потому что, значит, это не наука была квантовой механика. Да почему же принцип неопределенности летит? Да, летит. Почему? Потому что, если Ванга могла общаться с тем миром, разговаривать с душами людей и предсказывать то, что предсказать человек не может, то принцип неопределенности уже не есть принцип неопределенности. Уже все определено. Ну, во-первых, не все. Все-таки 80%. Так, во-первых, не все. Так. Вот. Так что местечко оставим для неопределенности. Ну, право же на ошибку. Вы говорили, что в каждом человеке есть свой резерв на ошибку. Давайте попробуем соединить доли, возможность клонирования в человеческом обществе и Вангу. Попробуем соединить эти вещи. Я против создания человеческих копий. Хотя до конца я вам объяснить это не могу, потому что вы можете мне задать вопрос, ну вот Пушкин был гением, а почему не сделать было копию Пушкина. И вот тут я не знаю, что вам ответить. Что копия всегда хуже оригинала. Ну, может быть, далеко не всегда. Ни всегда? Вот, скажем, Дюрер создавал свои произведения. Первым, естественно, он не копировал никого. И поэтому линии его были прямые и четкие. А те, кто его копировали, в принципе, рисовали лучше Дюрера. Но они не могли провести линию так же. У них чуть-чуть потравила рука. И вот только поэтому могут определять сейчас специалисты, это Дюреровское произведение или это копия. Так что копия может еще казаться равной. Единственное, что я бы не хотела, чтобы создавали копию. Не хотела бы. И теперь мостик к Ванге. Дело в том, что здесь вы имели дело до сих пор с потенциальной реальностью. А вот Ванга, я бы Вангу с кем сравнила бы? Вот только ради Бога, не пугайтесь этого сравнения. И пусть меня за это не очень сильно бьют. Хотя, в общем, всегда за что-нибудь добьют. Вот я бы Вангу сравнила с Пушкиным. Это совершенно разные люди. Ванга, такая, ну, в общем, невысокообразованная женщина. Я не знаю, писала ли она стихи, думаю, что она не писала стихов. Но это тоже, в общем, отклонение, очень сильное отклонение от среднего уровня. Почему я поехала к Ванге? Ведь очень многие здесь у нас. Я поехала до того, как у меня были какие-либо сложности, чисто из научных соображений. Мне ничего не надо было у нее узнавать для себя. Мне надо было просто посмотреть, существует этот феномен или не существует. Ванга все время допытывалась. А что мне от нее нужно? И даже в конце она меня спросила, да ты, может быть, за себя беспокоишься? Да ты не беспокойся. И я ей говорила, мне нужно для науки. Я приехала очень такая скептически настроенная. В Болгарии тогда очень боялись нашей перестройки. И даже лекции мои слушали с закрытыми дверьми, боялись, что я расскажу что-нибудь о том, что у нас делается. Ну, вот приехали я к Ванге с намерением, в общем, разоблачить ее. Я не пошла по пути вот знакомства с нашими предсказателями и так далее. У нас много таких есть претендентов на роль в Ванге. Я поехала туда, где действительно вот были данные Болгарской академии наук. И на сегодняшний день в мире, или на вчерашний день, теперь Ванги уже нет. На вчерашний день Ванга была, ну, если не первой в мире, то одной из самых первых. Одной из самых сильных предсказательниц. Ну, и что, действительно Ванга о прошлом рассказала мне интересные вещи, о моем настоящем интересные вещи. Причем я очень многое отклоняла тогда, когда я с ней разговаривала. То есть я не ей говорила, а внутренне так представляла себе, откуда она это может взять. Но она кое-что сказала и о будущем. Кое-что туманно довольно, а кое-что абсолютно четко. Я ей не поверила. А сейчас, спустя годы... Ну, она мне сказала так. А где гроб твоего отца? Гроб у них могила. Я говорю, ну, как же я могу знать? Ну, она, естественно, говорила, что твоего отца убили. Это же было убийство. Почему ты не знаешь, что это было убийство? И она говорит, а ты постарайся и найди. Я говорю, ну, тетя Ванга, хорошенькое дело, как это я найду? Тогда же это все были массовые... НКБ, да. И это было очень давно. Да ты постарайся. Ты обязательно узнаешь. И я уехала, думаю, боже мой, тетя Ванга, какие глупости ты говоришь. Я приехала в Ленинград. Я запросила комиссию специальную, получила ответ. Я не удовлетворилась ответом. Я была у Бакатина. И через него подтвердила все это. Если действительно 80% всех предсказаний Ванги сбылись, то, значит, есть загробная, как назвать, другая жизнь. Значит, можно общаться с душой человека спустя десятилетия. А значит, я вам расскажу. Мне кажется, то, что у Ванги было, имеет аналогию, как это ни странно, в финансовом мире. Я в жизни встретилась с человеком, который начал с нуля, а стал мультимиллионером. Мы с ним даже подружились. У него медицинские интересы очень большие. Но сделал он свое состояние на удивительном чувстве вероятности. В частности, финансово. Причем такая, что его называли кудесником Уолл-стрита. В Ванге чувство вероятности других событий. Ванга перевернула ваше представление, ваше как ученое? Да, в общем, ну, обо всем. Да нет, не перевернула. Вы тоже отклонялись к мысли, что есть потусторонний мир? Много есть формальных доказательств того, что она говорила правду, когда она сказала, вот твоя мать пришла. Вот для меня это как бы, оно не вписалось в, я бы сказала, в мое мышление. Мировоззрение нельзя здесь искать, мировоззрение это шире. Мое мышление это не вписалось. Это осталось просто таким, ну, даже не фактом, а словами Ванги, но, если хотите, фактом от Ванги просто. Ну, для раздумывания, для размышлений. И, может быть, то, что сейчас у нас вот исследуется, ну, нельзя сказать в этом плане, но в близком плане исследуется. Это результат того, что все-таки я продолжаю думать на эту тему. Ну, действительно, здесь, в вашей клинике, врачи наблюдают выход, ну, если не души из тела умершего человека, то выход чего-то, как вы осторожно говорите. Так, это не в нашей клинике, а в институте ОТО. Во-вторых, они исследуют не специально выход чего-то, не специально это, а исследуют те психические изменения в пределах нормы, которые развиваются в природах. В том-то интерес с этой работой. В общем, из клинической смерти есть возврат, из биологической смерти пока что. Это только в легендах церковных, а не в медицинской практике. Ну, вот они исследуют роженицы, и оказывается, что у какого-то процента рожениц развиваются, раньше они называли это измененные состояния сознания, психические перестройки, психические изменения. Это может быть очень большая необоснованная как бы радость. Ну, можно ее обосновать, родился ребенок, хорошо. Или необоснованная печаль, родился ребенок, ребенка ждали, и все-таки необоснованная печаль. Чувство единения с этим ребенком. Там очень много феноменов. И в том числе, как бы видение своего тела, своих мучений со стороны. И в принципе, действительно, мы не можем сказать, что это душа. Но я просто не искала других определений, ну, потому что, а что же тогда? А что может выйти из тела или смотреть со стороны? Исследователи эти пытаются рассмотреть все возможные варианты, ну, такого, я бы сказала, материалистического толка. Хотя я не знаю, что здесь материализм, что нет. И пытаются рассмотреть вот это с позиции измененного состояния. Ну, такой есть механизм мозгу, схема тела. Человек имеет в мозгу свою схему тела и в соответствии с этим двигается и совершает очень много действий. Ну, все действия, в общем, в соответствии с этим. При нарушении схемы тела может быть так, что у человека, скажем, паралич какой-то руки. А он не будет вам говорить, что паралич. Он будет не замечать сам этого паралича, как бы отрицать. Ну, вот пытаются связать с этим. Но я так думаю, что это не удастся. Надо просто признать, вот так, наличие такого феномена, проверять его всячески и дальше думать, что это такое. Кашпировский действительно опасен для людей? Ко мне в гостиницу пришел доктор. Правда, что меня немножко смутило, он сразу сказал, а прессу можно с собой привезти? Я сказала, зачем прессу? Он со мной пришел знакомиться в Москве в гостинице. Мы с ним говорили о разных вещах. Он говорил, в частности, о том, что он хочет прорваться на телевидение. Но он не так сказал, что прорваться, а, в принципе, выступать по телевидению для того, чтобы лечить детей с шикотином уряза. Да, он все время говорил в своих выступлениях о том, что хотел бы так понять с научных позиций, что он делает, что в это время происходит в организме. Но выяснилось, что это чепуха. Ничего он не хочет понимать. Потому что, когда мы ему предложили и даже пригласили его, то он провел одно биохимическое исследование, одно физиологическое исследование. И с тех пор так и живет этими данными. Хотя нужно было, конечно, гораздо больше поисследовать, посмотреть. А дальше получилась такая история. Все время говорили о том, кого он излечивает, что он излечивает и так далее. А ко мне начали обращаться. То есть сначала обращались мои избиратели. Я в этот период была на беду депутатом. Становились вот здесь у дверей на колени и говорили, что Кашпировского или того, что погибли. И даже я его действительно пригласила сюда. Он здесь выступал однажды перед публикой. А потом ко мне начали обращаться люди по поводу осложнений. Скажем, бегает ребенок во время выступления Кашпировского. И даже вроде бы и не вслушивается в то, что говорит Кашпировский. А потом вдруг в течение суток или больше не узнает ни близких, никого. Девочка какая-то засыпала. И, в общем, я увидела, что здесь влияние может быть и очень, и очень таким неконтролируемым во всяком случае. А что это? Гипноз у него? Что это такое? Ну, что-то вроде этого, во всяком случае. Во всяком случае, это не очень простой феномен. Да. Но он существует. Да, но этот феномен существует, да. Это не шарлатан. И вот второе мое интервью, оно так и называлось, лучше бы он был шарлатаном. Ну вот я расскажу, я не вы, а я. Эпизод из вашей жизни. Вы ужинаете с Кашпировским, признаетесь ему, что вам хочется сбросить лишний килограмм. И вдруг вы понимаете, что вы едите... Это было после разговора с Кашпировским, но была я со своей сотрудницей. Ага, то есть он дал как бы установку, и картошку вы уже не ели. Мне хотелось сбросить лишний вес. Потом оказалось, что вообще это довольно простая штука. Когда мне понадобилось, на самом деле я спокойненько сбросила очень много. Вот. Но тогда я думала, что он мне что-то подскажет. И он мне говорит, да нет, я потом с вами поговорю, я вам там дам диету. Ну, в принципе, вам не надо там хлеб, картошку есть и все прочее. И я пошла с своей сотрудницей обедать после разговора с ним. И мне показалось, что она очень странно ест. А когда я посмотрела на свою тарелку, я ахнула. У меня на тарелке картошка была аккуратно отодвинута в сторону. Вами же? Мною. Но только я не заметила, когда я это сделала. И вот тут я решила, нет. Тут я выстроила внутреннюю такую защиту против воздействия. Это можно. Но есть еще, я уж так сказать, не знаю, можно ли об этом говорить, но потом такие внезапные смерти появились возле вас. Вы не связываете это с тем, что Антон Михайлович постарался? Мне не хочется об этом говорить. Простите, ради Бога, мой вопрос. Да нет. Это не бестактность, это просто такая очень неясная ситуация для меня самой. Какая интуиция? Какая интуиция, вот тогда? Интуиция. Это с моей точки зрения, я не претендую на абсолют здесь, это возможность находить решение на основе очень многих координат или показателей, не выведенных в сознание. В сознание вы выводите небольшое количество координат, и вы логически решаете задачу на основе того, что вы знаете, как бы, или видите. А интуиция – это когда этих координат очень много, но они у вас не вышли в сознание. Они, может быть, так, ну, грубо говоря, раздражители эти, может быть, слабенькие были. Я даже не могу точно вам сказать, что именно, но вот это множество не вышедших в сознание факторов, вот когда по ним решает человек, то он часто, если действительно это интуиция, а не воображение человека, что у него есть интуиция, оно сильнее человеческой логики, сильнее. И вот люди с интуитивным мышлением, если они еще так дополняют его логикой, не надо при необходимости, чтобы не взорваться. Интуиция ведь такая штука, это ведь как Божья благодать. Помните у Иоанна Дарк по Марк Твену, во всяком случае, если она у меня есть, я молю Богу сохранить ее, если у меня ее нет, я молю Богу дать ее. Так интуиция. Можно я сейчас обману, Антар Петрович? Пожалуйста. Я по-другому спрошу, скажите, сердце участвует в духовной жизни человека? Я знаю, что от состояния сердца очень зависит духовная жизнь человека. Очень. И от состояния, физического состояния сердца? От физического состояния, от его деятельности. Гораздо более сильной, чем я думала раньше. Может быть, сердце это и есть душа? Мне кажется, что если душа есть, если душа есть, она во всем теле. Я думаю, что нет у нее определенного такого седалища души. Ведь вся беда в том, что вот раньше, когда искали душу, или наоборот, отрицали наличие души, полностью отрицали, говорили, что открыли человека, душу не нашли. Есть другая пословица, душа ушла в пятки от страха. В наших пословицах есть некий опыт народа, вот мудрость народная? Или все-таки все случайный афоризм? Во многих есть, да. А многие пустые? В сказках есть. Вот в сказках, я считаю, что это просто море мудрости народной. А какая сказка самая мудрая для вас? Арбахия Рыбыч. Хотя она и ненародная, да. Хотя она и ненародная. Да, это прям как про новых русских. Это вообще почти про всех. Почти про всех. Наталья Петровна, когда у женщины... Поймите, опять правильно, мои вопросы. У женщины... Когда поймите, правильно, какую-нибудь неприятность. Нет, когда у женщины не женский ум, а вот такой строгий, логический ум мужской, в общем. Как у вас? А вот с таким мышлением, человек, который занимается всю жизнь мозгом, он может быть счастлив? Вот как женщина. Вот понимаете, какая история? Во-первых, вы меня не то возвысили, не то принизили. Насчет логического ума у меня, во всяком случае, очень большая смесь интуитивного и логического. И как раз люди с логическим умом за мной не очень признают логический ум. Хотя я стараюсь всегда логику тоже включать в свое мышление, во всяком случае, в свои действия. Во-вторых, знаете что, этот вопрос очень такой сложный. Дело не в том, как я сама, вот, скажем, с таким интересом к науке или тягой к науке. Эта тяга очень своеобразная. Вот я, например, знала, что мне сегодня с вами нужно разговаривать, и, может быть, вопросы ваши будут сложные. Но я не могла себя заставить оторваться от письменного стола до трех часов ночи, потому что мне было там очень интересно, понимаете, с моими мыслями, с тем, что я делала. Так вот, я думаю, так, вопрос надо рассмотреть с двух сторон. Я думаю, с таким человеком, как я, очень трудно быть счастливым. Потому что в тот момент, когда меня тянет к письменному столу, я найду любой предлог, понимаете, и уйду. А это нехорошо. Для женщины это очень нехорошо. Женщина все-таки должна быть, ну, больше в доме, в семье, чем где-то. Мне рассказывали некоторые ваши ученики, боготворящие вас, что они все равно вас боятся. Кто-то мне сказал, что некоторых людей из этого кабинета уносили с инфарктом после серьезных разговоров с вами, где вы были правы, а они нет. Неужели это... Никогда в жизни не было такой истории с инфарктом. Никогда в жизни. Вот чем не грешна, никого не довела до инфаркта. А бояться, я не знаю, я не понимаю, чего бояться. И я думаю, что не бояться. Бывало ли счастье, я сама, да, в какие-то периоды бывало. Но хуже все бывало, когда я сама себе это объясняла. Вот как только я себе объясню, что несмотря ни на что... Счастье заканчивается. Ох, еще и как. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok